Ну что ж, Саша, Марина, доброе утро! И утро пятницы начинается чудесно. Здесь, в кофейне Кексикредель, на южном берегу, озаренный утренним солнцем, с нашим гостем мы ведем неспешные беседы. Я с удовольствием вам представляю. Дмитрий Лазуткин, автор проекта «Древняя история Сибири». Вообще человек интересной, интересной профессии. Режиссер, создатель вот таких авторских проектов, создание которых каждый раз подразумевает, я так понимаю, интересное путешествие, интересный вояж, очередное приключение. И что-то из последнего, мой друг? Ну, во-первых, всем доброе утро, всем зрителям Афонтова, всем, в том числе и съемочной группе ребят, поднимайтесь, нас ждут великие дела. А теперь, Алексей, переходим к вашему вопросу. Самое последнее, это была поездка в Туву, потому что проект огромный, он подразумевает 10 серий по полчаса каждая. И поездок было очень много. Самое южное, это была вот именно Тува, где мы побывали на Оржановских могильниках, это гордость республики, мы видели и снимали золото Оржана, могильника Оржан-2. Это захоронение скифских царей, вернее, даже предскифская эпоха, это буквально там, наверное, 9-8 век до нашей эры. Вот видеть это золото, фактически вот его щупать, хоть оно там и под сигнализацией, смотреть на него, знаете, это как-то даже впечатляет. Не хочется его забрать с собой, самое удивительное, а хочется на него любоваться. Настолько это тонкая, ювелирная работа, настолько это сделано с какой-то любовью, бережностью, даже вот к изображенным там оленям, барашкам, с другим животным. Вообще это, на самом деле, это было здорово и весело. Вообще ситуация забавная, она заключается в том, что Хакасия, Тыва, регионы к нам вот прям близлежащие. И в общем-то, они исследованы вдоль и поперек. Но каждый раз, когда люди возвращаются сюда из каких-то путешествий, там, создавая какие-то проекты, у них все равно вот такие глаза. В этом смысле, Тыва все-таки остаются регионам, где есть еще что посмотреть, что покопать, с кем пообщаться и кого расспросить. Ну вот давайте, то есть в Тыве я был впервые. Вообще, вообще впервые. И я, вот я и Александр Клыков, наш водитель, оператор воздушных съемок, мы находили общее и различное с Хакасией. Сразу же, да? Это во-первых. Во-вторых, если быть в Хакасии, я 20 лет уже занимаюсь этой темой, каждый раз находишь что-то новенькое, что-то, то, что ты не изведал. Вроде бы республика там маленькая, а находишь. В Тыве все по-другому. В Тыве и горы круче, и, ну, как бы они гористые, да? То есть вот это, что касается пейзажа. Что касается древностей тувинских, да, для нас это пока еще белое пятно. Лично для меня это белое пятно по одной простой причине. Просто как-то вот до этого проекта я этого не касался. Но также для меня белое пятно и тайга Красноярского окрая. Потому что, оказывается, у нас в Тайге столько всего понакопано, что нам хватило на полторы серии. Вот. А это тоже какой-то неизведанный край. Поэтому говорить, сравнивать, ну, не знаю, с одной стороны, я бы стал бы и с удовольствием бы сравнивал какие-то частности и подробности, например, по фотографиям. А с другой стороны, я бы не стал их сравнивать, потому что все это одновременно одинаково и одновременно разное. Причем настолько разное, что ты въезжаешь на перевал, вроде бы лес, 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 и вдруг степь перед собой. А как так может быть? Резко вдруг изменилась природа, как будто действительно граница проходит. Она не административная, она природная граница. И ты спускаешься с этого перевала и попадаешь в эту потрясающую сувинскую или хакасскую степь. Вот эта работа, которая была проведена вот в ходе последнего вояжа, этот видеоматериал ляжет в основу какого фильма или какой серии проекта, о чем будет разговор? Сложность нашей профессии, что приходится проделать путь почти в 2000 километров ради 5-6 минут готового материала. Это был как раз вот тот самый случай, когда ради начала шестой серии мы проделали вот этот вот путь. Это именно предскифская эпоха, потому что дальше мы будем рассказывать уже о Тагарской, знаменитой тагарской культуре, о скифосибирском зверином стиле, о скифском мире, ну и дальше, 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 дальше. Вот, поэтому а ржан это в мировой археологии он имеет вот какое значение. Когда его открыли, то считалось, что Геродот был прав, что все идеи скифские пришли к нам в Сибирь из Причерноморья. А когда открыли-то а ржан, оказалось, что, скорее всего, Причерноморье заимствовало у нас отсюда, из Сибири, то есть скифы-то пошли от нас, из Тувы, из Монголии. Какой неожиданный исторический поворот. Так все наоборот, на 180 градусов все меняется, и, кстати, это, заметьте, фундаментальная наука, то есть та наука, тот фундамент, на котором, собственно говоря, все учебники истории написаны. Давай придадим нашему разговору такое небольшое геополитическое русло и поговорим о Хакасии, о Тыве, Федерации, но при этом уже много-много лет это такие несколько, с точки зрения культурного внешнего воздействия, совершенно обособленные регионы, которые, ну, не знаю, усиленно сопротивляются вот внешнему воздействию с точки зрения, не знаю, социализации, культурной революции. Они остаются какие-то вот сами в себе, храня какие-то вот культурные слои. Я не знаю, хорошо это или плохо, но хочется понимать, в чем причина вот такой устойчивости к внешнему воздействию. Ну, Алексей, давай не забывать, что мы с тобой не политологи для начала, да, поэтому как бы это будут просто такие вот наши измышлизмы даже. Ну, в общем, у нас приятная утренняя беседа. Внутри, да. Возвращение. Вот, поэтому скажу так, давайте вспомним, как же русские-то появились в Красноярском крае 4 века тому назад. Мы же сюда пришли. Так, так. В Хакасию мы пришли, но там коренного населения, ну, если наберется 10%, да, от всего населения. Это хорошо. Поэтому Хакасия, она более, скажем так, более наша. В ней все более такое, ну, как сказать, ну, не русское, российское, да. А вот Тува-то была присоединена, мы ходили по Кызылу, видели эти плакаты, сто лет присоединения Тувы к России. Ребят, ну, всего век прошел. Чего мы сейчас хотим от тувинцев? Да, они обособлены, да, они хранят вот все это внутри себя, всю свою культуру. То есть, все, они, вот они настолько трепетно, кстати, относились к нашим съемкам, потому что мы договаривались с мая месяца, начиная, вот, считайте, практически по август, и они каждый раз звонили, ой, это, это должен быть сугубо научный фильм. Это, вот они настолько трепетно, вот только бы вы не сказали какого-то лишнего слова, вот только бы вы не ушли там в летающие тарелки и чего-то прочее. С одной стороны, это вот знаете, да, ну, что вы так трясетесь-то? Ну, мы же нормальные люди, ну, 20 лет этим занимаемся. А вот с другой стороны, я их прекрасно понимаю, это настолько бережное отношение к своей культуре, к своим традициям, к своим корням, что, ребят, надо бы вообще-то по-хорошему позавидовать и перенять. Все правильно, я правильно, если я понял, летающие тарелки, это на другой канал, на другой канал, они к нам. Ну и 100 лет с точки зрения истории и археологии, это, конечно, ничто, что заставляет нас этим утром задуматься лишний раз о бренности бытия. Большое спасибо за...